Великоросс представляет обновленную коллекцию шерстяных свитеров, шарфов и шапок, которые не только согреют в холода, но и создадут отличное настроение для тех, кто любит и ценит все родное. Восхитительные шерстяные свитеры Великоросс восхищают узором в традиционном русском стиле. Широкий размерный ряд подойдет для настоящих богатырей. Доступны разные расцветки, варианты с горлом и без него. Представлены модели из хлопковой пряжи с принтом медвежьей лапы и с изображением счастливой медвежьей семьи. А удивительные шарфы Великоросс большие, мягкие и удобные, защитят от любых простуд и вирусов. Красивый рисунок с обитателями сказочного русского леса будет радовать ценителей всего родного. И конечно не обойтись без новинки удобной шапки 7 русских медведей из инновационной гипоаллергенной пряжи. Такая шапка гипоаллергенна, не вызывает раздражения, не мешает и не колется. Теперь быть русским с головы до ног стало реальнее. С вещами Великоросс легко создать атмосферу уюта, тепла и семейного благополучия. Промокод на скидку и ссылка на магазин в описании под видео. Удачная боевая практика ускорила ввод самолета Су-57. Практика критерий истины. Эти слова, которые приписывают то Карл Марксу, то ряду русских революционеров, включая незабвенного Ильича, нисколько не утратил актуальности и в наш виртуальный век. Когда красивые презентации в 3D и модные концепты стали зачастую подменять настоящие технические достижения. Еще полгода назад российский Стелс Су-57 проходил по разряду долгостроев и непонятно когда пойдет войска. Но первая же серьезная война наглядно доказала, что да, такой самолет нам нужен, он действительно проявляет незаурядные качества, особенно в условиях насыщенной противовоздушной обороны противника и способен в рамках сетицентрической системы вести за собой менее современные машины, значительно повышая их боевой потенциал. Мониторящие все небо Восточной Европы компетентные службы партнеров жаловались, что преступника Су-57 по кодификации НАТО называют преступник, они не видят. В статьях, посвященных российской невидимке, совсем пропал несмешливый и покровительственный тон. Единственное, на что всерьез продолжают уповать западные эксперты, это на то, что санкции пробили в корабле российского ВПК настолько серьезную технологическую брешь, что пока все будут бороться за его выживание, в стране в целом будет не до инновационных военных проектов. Кстати, вот еще почему говорят, что проекты, подобные Су-57, являются локомотивами всему ВПК. Для него пришлось сделать новое все, от основного силового агрегата до номенклатуры спрятанного во внутренних отсеках вооружения. Так вот, оставалось только ждать реакции на успехи машины людей, от которых частично и полностью зависит ее дальнейшее продвижение войска и на внешний рынок. Со вторым у нас сейчас имеются серьезные сложности. Американцы сделали все, чтобы полностью зачистить эту поляну. Шантажом, угрозами и невиданным в истории планеты законом КАОЦА, где жесточайшие санкции предусматриваются даже за одну идею купить что-нибудь не у Соединенных Штатов. И хотя со временем выясняется, что далеко не все страны отличаются повышенной робостью к окликам из-за океана, объективные трудности все равно есть. Центральный военный портал США Defense News прямым текстом угрожал сухим, что гостеп и военные структуры не допустят на тучные денежные рынки ни Су-57, ни Су-75 чекмет, ну то есть шахмат. Но как бы не были важны для отечественного производителя зарубежные продажи, главный вопрос все еще повисал в воздухе. Су-57 действительно удостоился похвал от мировой авиационной общественности. Он стал первым из стелсов, открывших боевой счет. Так, по крайней мере, считают многие специалисты после поступивших отчетов о применении нового оружия с полей Восточной Европы. И вопрос, ну когда же уже массово и к нам, в родные и любимые ВКС волновал многих людей. И вот наконец появились и на нашей улице хорошие новости. Первое из них это то, что последние несколько лет, а особенно весь последний год, на заводе в Комсомольске-на-Амуре шла модернизация и активная подготовка профильных специалистов, специально для работы с российским стелсом. Второе это то, что темпы производства Су-57 возрастут в три раза, и уже к концу следующего года их группировка в России будет самой большой на пространстве Восточной Европы и прилегающих к ней территорий. В строй вступит полнокровная эскадрилья и первые машины для формирования второй. И третье, что планы по созданию к 2027 году трех полков из 76 экземпляров новой сушки будут заметно скорректированы в сторону убыстрения. Все это было озвучено на самом высоком уровне и информация идет непосредственно от людей, олицетворяющих центры принятия решений. Но главное, что это то, что все исходит из логики момента. И рискнем сделать прогноз, что несмотря на трудности, судьба Су-57 будет не простой, но успешной. Ну а теперь еще новости отечественной авиации. Появился первый МС-21 в Ливрее компании Россия. Опытный образец самолета МС-21 будет эксплуатироваться корпорацией Иркут. Входит в ПАООАГ госкорпорации Ростех для обучения пилотов-инструкторов авиакомпании Россия. Кроме того, совместно с группой Аэрофлот также будет вестись работа над планом выполнения технического обслуживания в аэропортах потенциальной маршрутной сети новых лайнеров. В июле 2021 года корпорация Иркут и авиакомпания Россия сформировали рабочую группу по реализации комплекса мероприятий для начала осуществления коммерческих рейсов на самолетах МС-21. На первоначальном этапе фирменная серо-красная-белая ливрея авиакомпании будет нанесена на три опытных самолета корпорации Иркут, не включенных в парк перевозчика. Далее ливрея будет наноситься на воздушные суда, уже принятые в состав флота. Еще одна новость. Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны России новые истребители Су-30СМ-2 и учебно-боевые Як-130. Истребители Су-30СМ-2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов, состоявших на вооружении ВКС России и авиации ВМФ России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря проведенной по заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов, в частности увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребители введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на несколько сот километров. Двухместно учебно-боевой самолет Як-130 обеспечивает основную и повышенную подготовку летчиков современных и перспективных боевых самолетов, в том числе сверхманевренных истребителей поколений 4++ и 5. Еще одна хорошая новость. В Комсомольске на Амуре совершил свой первый полет 227-й самолет Супер-Жет-100. Ну и холдинг вертолета России, который входит в Ростех, передал для региональных авиакомпаний 4 вертолета Ми-8 МТВ-1. Машины, выпущенные на Казанском вертолетном заводе, поставлены по контракту на поставку 26 вертолетов, заключенному с государственной транспортной лизинговой компанией ГТЛК. Новые Ми-8 МТВ-1 пополнят воздушный флот четырех авиакомпаний из разных регионов России. Один из вертолетов передан в Республику Коми для авиакомпаний Коми Авиатранс. Винтокрылая машина будет использоваться для повышения доступности отдаленных сел, не имеющих сухопутной связи с большой землей, а также при выполнении медицинских заданий и тушения лесных пожаров. Многоцеливые вертолеты семейства Ми-8 МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики. Они могут использоваться практически в любых климатических условиях, в широком диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Конструкция и оборудование Ми-8 МТВ-1 позволяет выполнять полеты при автономном базировании на необорудованных площадках. Друзья, рекомендую вам подписаться на наше сообщество ВКонтакте и Телеграм. Там мы публикуем аналитические статьи, видео, сводки боевых действий и многое другое. Ссылки в описании под видео.